добро пожаловать в новый видео урок меня зовут александр владимиров эта школа logic pro help и сейчас мы с вами будем создавать структуру будущего трека и так часто достаточно часто я уверен у многих кто смотрит сейчас это видео у вас да да у вас бывает такая ситуация что вы написали дроп какую-то демку какую-то заготовку и этот дроп может звучать даже вполне себе неплохо вам он нравится вполне себе хорошо звучит но что делать с этим вот дальше непонятно потому что звучит он у нас всего лишь на 11 секунд всего лишь 8 тактов а треки как известно звучат ну хотя бы минуты три некоторые даже 456 а некоторые вообще даже и больше хотя бы две минуты но это минимум это минимум а у нас тут 11 секунд что с этим делать давайте прослушаем эту демку то есть еще тоже важно отметить что это именно просто сырая демка это не какой-то вылизанный трек но такая вот зарисовка будущего драм-бейс трека можно что сделать ну конечно можно сидеть как многие делают и дальше вылизывать эту значит заготовку пытаться сделать мастеринг пытаться сделать сведение и в общем пытаться добиться максимально качественного звучания но как правило даже если вы этого добьетесь все равно трек будет длиться 11 минут что нужно сделать дальше чтобы трек у вас стал несколько минут в первую очередь я крайне вам рекомендую создавать не только дроп кульминацию но еще и некую тему идею для ямы для брейкдауна вы я думаю прекрасно знаете да что есть в каждом треке кульминационная часть или дроп как и называют ну иногда на по-английски это называют действительно клаймакс то есть кульминация и также есть брейкдаун или чаще мы ее называем яма или провис в некоторых так скажем терминологиях может такое услышать в общем он такой больше похож на разгон но это драм-н-бейс тут такой вот прям ямы-ямы как в каком-нибудь трансе конечно не будет так или иначе в треке должны быть каких-то две идеи как правило в некоторых случаях даже их может быть больше этот как в рок или поп музыки есть куплет есть припев то что мы знаем там еще наверно со школы поэтому позаботьтесь о том чтобы у вас было и то и другое потому что если у вас есть только дроп пускай даже он очень крутой классный создать из него полноценный трек будет реально сложно и даже если вы пишете тех на музыку все равно нужно сделать хотя бы пару каких-то там наборов звуков или пару каких-то мелодий из которых вы будете потом чередовать и стряпать свой будущий трек окей я надеюсь здесь понятно делаем дроп и делаем яму если этого нету тогда будет все гораздо сложнее также вы можете посмотреть что вот здесь что-то у нас имеется это по большому счету тоже самое но с небольшими отличиями тут у нас ведь какой-то новый сэмпл добавился тут у нас что-то еще давайте прослушаем получается что у нас то же самое но с небольшими изменениями еще маленький лайфхак который я тоже использую если например вы делаете дропы знаете как часто бывает вы создали дропы такие а дай-ка я его переделаю вот вроде дроп нравится но я его хочу еще улучшить я ставлю такого мнения что лучший враг хорошего поэтому я обычно беру то что я сделал копирую дальше и начинаю как бы ну то есть возиться уже с второй версии этого дропа не удаляя первую потому что нередко бывает так что что-то намудрили а первую версию уже не сохранили либо надо сохранить тогда отдельный как бы отдельным файлом проекты уже с ним работать и когда вы так делаете то у вас нередко бывает такая ситуация что у вас первый дроп в общем то прикольно звучит и второе он не сильно отличается но при этом он звучит как бы чуть по-другому и в итоге у вас опять же больше строительного материала из которого вы можете что-то делать окей теперь дальше давайте переходить ближе к сути нашего урока и создавать структуру для этого мы нажимаем g английскую и у нас открывается вот блок с маркерами маркеры я использую всегда без маркеров никогда не пишу музыку и любой трек у нас начинается с какого-то интро 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 нет ни интро написал что-то не то и на трон букву n пропустил вот так вот это интро я задаю себе вопрос сколько по времени я хочу чтобы длился трек понятно что так сходу ответить на этот вопрос сложновато но хотя бы приблизительно я например ну знаю уже да на основе там прослушанных треков как и вы скорее всего знаете что вот в стиле drum and bass треки обычно ну сколько но две с половиной минуты это короткий трек но в принципе нормально 3-4 минуты это вот оптимально там 6 минут drum and bass ну как бы это уже редкость я такое говорю себя это не хочу ничего мудрить я сделаю себе трек на две с половиной минуты вот здесь вот если мы так если мы если мы нажмем вот сюда вот то здесь мы кастом выбираем у нас здесь будут показываться минуты я смотрю что две с половиной это у нас примерно вот здесь я ставлю маркер который называю and the end конец вот здесь вот трек должен закончиться все я хотя бы примерно понимаю вообще до какого момента мне все это нужно вот как бы двигать еще один момент почему я стараюсь не делать автоматизацию то есть смотрите еще важный момент я не вылизываю свои дэнки вот пока я не то есть вот до того момента как я делаю структуру я стараюсь сильно дэнки не вылизывать почему потому что чем больше строительного материала тем сложнее потом все это двигать вот представьте себе здесь куча каких-то сэмплов вот это все двигать у меня вот уже честно говоря как-то это вызывает некий некоторые сложности поэтому я сделаю сейчас некое упрощение я вот так вот правой кнопкой мыши соберу это все folder у меня получается такая папочка где вот это все собрано и дальше я тоже самое могу сделать вот с этой вот частью видите а тут уже как бы выделять не очень удобно что она уже с этой граничит поэтому здесь нужно постараться чтобы это все выделилось правильно и то же самое делаю folder pack folder у меня вот получается здесь и давайте допустим здесь тоже мы сделаем этот pack folder все у нас получилось вот таких вот несколько строительных блоков из них мы сейчас быстро соберем то что нам нужно давайте интро интро у нас пускай будет длиться вот столько я думаю никому не нужно говорить что обычно в треке что-то меняется каждые восемь тактов благо у нас здесь даже разлиновка идет соответствующим образом в некоторых случаях может что-то меняться каждые четыре такта но я здесь буду работать такими отрезками по восемь тактов что у нас будет здесь интро а потом идет дроп причем пишу что это дроп 1 потому что в процессе работы вот лично я начинаю уже потом путаться где у меня дроп 1 где друг 2 где друг 3 вот я ставлю сюда значит этот то что я тут натворил и вот второй раз копирую я понимаю что где-то до сюда у меня будет этот дроп звучать два раза повторяется одно и то же дальше я такой ну окей дальше будет break breakdown напишу первый потому что я не знаю может у меня их два будет а может один фиг его знает и копирую сюда вот так вот перетаскиваю вот эту вот штуку но я предполагаю что он будет тоже длиться вот примерно столько и ставим таким образом дальше что я ставлю дроп 2 дроп 2 например и вот у меня здесь будет 2 вот эта вариация которая также у меня копируется далее что еще я могу сделать в принципе я могу друзья отличные новости мы совместно стенков банк предоставляем вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение без первоначального взноса вы оплачиваете покупку деньгами банка а потом постепенно возвращаете их в течение оговоренного срока банк рассмотрит заявку даже если у вас нет официальной работы подтверждение дохода не является обязательным условием для получения рассрочки все очень просто выбираете любой курс и списка на этой странице нажимаете купить в рассрочку вводите ваш номер телефона и email и нажимаете оплатить далее выбираете купить в рассрочку выбираете подходящий срок погашения например 6 месяцев и нажимаете оформить на следующей странице заполняете свои данные фамилия имя отчества проверяйте остальные данные нажимаете далее и ждете смс на указанный номер телефона банк рассмотрит вашу заявку и в течение 5 минут пришлют положительное или отрицательное решение по рассрочке все сразу после оформления рассрочки вы получите курс на указанный email после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас я могу я могу либо опять запустить breakdown вот как вариант например я могу еще раз его поставить у нас получается вот так вот например да break пишем break 2 break 2 и например 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 а здесь у меня пойдет таким образом скажем у меня пойдет вот этот вот первый там условно дроп и потом пойдет вот этот вот условно 2 они как бы будут чередоваться то есть идея думаю вы поняли здесь играют только первый вариант дропа здесь только второе здесь они как бы чередуются так но тут смотрите какой момент мне нужно сдвинуть еще это правее получается аж сюда вот почему маркеры и нужны я бы сразу маркер сюда поставил имени пришлось бы мотать я бы поставил сюда дроп 2 вот так вот делаем но тут смотрите какая получается штуковина что я немного даже как бы выхожу за рамки мне ведь по хорошему еще кое-то утро нужно сделать интро это вступление утро это завершение если я сделаю утро трек будет звучать долине дольше чем он был плохо это да в общем то нет это совсем неплохо и даже хорошо но давайте мы будем мыслить тем что 234 вполне хватит тем более что в конце все равно будет такой поросячий хвост я очень покажу значит поэтому я такой думаю на фига вот в драман бейсе блин долгие вот эти вот все разгон и вот эти ямы ну как бы это для драман бейса но мне кажется как то не то поэтому я беру и такой об например ставлю вот сюда вот и вот у меня дроп и вот у меня вот так и допустим здесь у меня будет уже такое как бы вот видите я что-то где-то на кривил правильно правильно где-то я что-то на кривил давайте проверять вот почему-то важно это все отслеживать что break у нас здесь вот так вот вот так вот почему так получилось получилась но да здесь получается по все-таки 4 такта у меня идет до дробь дробь вот так вот вот так вот и вот здесь у меня будет аутро аутро а утро и она длится у нас какое-то энное количество времени допустим предположим вот это здесь будет звучать вот так вот окей то в принципе мы можем даже укоротить сделать 228 а в конце в конце все равно знаете же есть крэш какой-нибудь там который еще какое-то время звучит и вот здесь вот уже когда крэш именно заканчивается какой-то fx или еще что-то это у нас будет стоп вот я реально так называю стоп все 230 вот как я и планировал гляньте все вроде сходится что я делаю дальше чтобы но все это как-то вот привести в божеский вид я делаю обычную распаковку так но мне по-хорошему надо было не так немного сделать надо было вот так вот выбрать здесь теперь unpack здесь unpack и вот здесь unpack вуаля что мы имеем значит у нас есть интро а что мы вставляем интро мы в интро вставляем то же самое что у нас вот здесь вот и есть вот получается вот так вот мы его вставляем вот так вот теперь да это делаем допустим у нас начинает добавляться вот эти лупы чуть позже и еще такой момент допустим я хочу чтобы интро сразу начиналось него с этого чтобы сразу была какая-то ударка но никаких проблем вот же у нас тут есть бочка с нейр и так далее я могу подставить их вот сюда вот пока в черновом варианте но тем не менее пожалуйста я потом могу закрыть это дело фильтром там как угодно еще это все как-то обыграть но вот уже есть какая-то определенная такая зарисовочка идея дальше например я хочу чтобы еще у меня breakdown не так резко обрывался да а тоже чтобы шли какие-то ударные потом они будут например также фильтром закрываться вот это вот конечно зря он command z значит мы вот так вот копируем аккуратно все это дело вот теперь скопировалась например и допустим здесь да это слишком долго будет вот таким вот образом пример мы убираем все у нас получается половина нашего брейкдауна будут еще играть с ударными они будут там фильтром например уходить и все и потом идет дроп 2 так а дроп 2 у нас вот он все прекрасно то есть вот он дроп 2 значит здесь разгон так вот это все доходит здесь идет брейкдаун который скорее всего будет просто больше похож на разгон к второму дропу второй дроп ну а ваутро например о чем мы вставим опять ударные ну и может какие-то там еще элементы вот отсюда и займу что-то от вас например поставим лечет нас такое ну к примеру бас либо какие-то другие звуки там уже подумаем самое главное что мы выстроили структуру сколько это времени заняло честно я не засекал вы можете посмотреть засечь но поверьте ну как бы это очень мало времени заняло и это вот тот именно важный такой переходный этап когда трек перестает быть демкой уже превращается какую-то завершенную структуру с четко понятной последовательностью и с четко понятным таймингом сколько он в итоге будет разумеется здесь куча еще работы здесь нужно эффекты добавлять и фиксы всякие там свип-апы свип-дауны до автоматизация до сведения мастеринг может быть это лейринг куча всего но по крайней мере вы уже понимаете что зачем идет и вы можете где-то уже там потом при работе с интро например поймете что здесь вот хай-хет он лишний вы убираете но это уже как бы такая задачка попроще нежели когда у вас помните было вот это вот на один секунд демка с которой вы не знали что сделать поэтому с маркерами я работаю всегда вот то что я никогда не пропускаю это всегда у меня есть маркеры потому что иначе я начинаю путаться крайне рекомендую работать и вам с этими мы с этими маркерами как можно быстрее как только у вас готова идея ямы и дропа как можно быстрее создавайте структуру иначе вы рискуете зависнуть над этими демками на очень-очень долгое время ну что ж вот так вот быстро создается структура будущего трека желаю вам доделать все ваши демки по крайней мере самые такие удачные и создать хорошие качественные из них треки с вами был александр владимиров школа logic pro help пока